Всем привет! Давно мы с вами не обсуждали Диабло 4. Благо есть о чем поговорить, есть что вспомнить, есть что можно спрогнозировать. Итак, для начала с главной темы этого видео. Грядущее новое дополнение. Причем самое первое. Дорогие друзья, напоминаю, что 3 ноября будет выставка Близкон. Но обычно на этих фестивалях компания Близзард проводит свои какие-то громкие анонсы. Как это было на полноценных выставках, так на последней, которая проходила в формате онлайн. Но свою будущую выставку компания Близзард уже решила провести непосредственно в залах. И кстати небольшое уточнение, что обычно билеты на Близкон раскупались практически моментально, но сейчас зрители пока не торопятся. Так вот, зачастую до начала Близкон появляется какая-то инсайдерская информация. Но опираясь на опыт последних трех Близконов, зачастую эта информация правдива. Но я пока не торопил лошадей, думаю мало ли, дай подстрахуюсь. Так вот, одна из таких информаций гласит о том, что компания Близзард готовит перезапуск Диабло 4. Тут сразу не надо бить в барабаны, что мол все плохо. Нет, это нормальный, обыденный процесс для любой Диабло игры. Вторая, третья, ну и вот четвертая. Господи, даже с той же Диабло Иммортал работает схожая система перезапуска контента. Что значит перезапуск? Дорогие друзья, это значит, что будет выходить новое дополнение, которое, повторюсь, по опыту прошлых игр обычно Диабло игру меняет. Ну, если Диабло 2, скажем так, плюс-минус незначительно, то на примере Диабло 3 кардинально, что вполне возможно будет и с Диабло 4. Так вот, эта информация просочилась здесь буквально недавно. А вот сейчас, опираясь ни на какие инсайды, у сообщества получилось заполучить версию текущего клиента. Ну и, кстати, ссылку на сравнение я помещу в описании под видео, а также в закрепленный комментарий. Там будут две версии, ноября 2022 года, а также октября 2023 года. Ну и здесь видно, что компания Blizzard начинает обновлять альфа-клиент. А здесь будет не что иное, как новые дополнения, о котором нам покажут и расскажут, я уверен, 3 ноября. Безусловно, клиент обновляется для того, чтобы и тестировать, и демонстрировать нам. Так что, дорогие друзья, начинайте формировать ваши копилки, откладывая ваши кровно заработанные, потому что скоро, вполне возможно, состоится анонска всегда с предзаказами. А вот теперь самое главное, сюжетка это хорошо, новый персонаж тоже, наверное, классно. А толку от всего этого, если будет играть, ну, невыносимо. Потому что в текущих реалиях действительно Диабло 4 хромает на одну, а даже, наверное, на две ноги. Ингейм имеется, но вопрос, а зачем он? Прокачка персонажа относительно непонятная. Вроде она имеет максимальный уровень, как, к примеру, было в Диабло 2, но качаться максимально душно, ну, лично мне это не нравится. Как, кстати, вам, пишите в комментариях под видео. Нравится вам система прокачки Диабло 4 или нет? Как по мне, я бы хотел, чтобы компания Близзард вела сверхуровень. В Диабло 3 и в Диабло Иммортал есть сверхуровень, и этот уровень называется Парагон. Здесь компания Близзард так называемая таблица Парагона включила в саму прокачку. Это не проблема, это всё дело можно пересмотреть, назвать эти таблицы слегка по-иному, облегчить методику прокачки с 1 по 100 уровень и вводить именно сверхуровень, который, раз они берут элементы ММО, они должны сдерживать, как сдерживают в Диабло Иммортал. По мне, это идеальная система прокачки. При этом вводя разнотипные награды, что за один уровень, что за второй уровень, что за последующие НЕ. Потому что если методика прокачки останется прежней, если эндгейм будет максимально скучной, каким он является сейчас, я думаю, дополнение тогда ничего не изменит. Пример, в принципе, уйма. Первый пример. Как вы знаете, после старта первого сезона компания Близзард очень сильно замедлила прокачку. Повторюсь, как по мне, она стала невыносимой. Да, потом они об этом пожалели, устраивали какую-то временную акцию, где они повышали процент получаемого опыта, а также процент получаемой голды. Потом компания Близзард один бустер ввела на повышение опыта, затем еще один бустер ввела на, опять-таки, повышение опыта. И это все на постоянке. Как минимум до конца сезона. Тут сразу ставится вопрос, а зачем? Зачем сначала вы замедляли прокачку, потом вы начинаете повышать? А ответ простой. Игру начало покидать не маленькое количество игроков. Онлайн на скейминговых платформах тоже проседает. Причем значительно. Сейчас начался уже новый сезон в Diablo 2 Resurrected. Так сейчас даже по онлайну Diablo 2 опережает Diablo 4. Это ту игру, релиз которой состоялся пару месяцев назад. Игры, у которой всего лишь первый сезон стартовал. Это тоже о чем-то договорит. Ну и небольшая такая добивочка. Компания Близзард проводила официальный лайв-эвент по Diablo 4. Но в Южной Корее. Там устраивались массовые PvP-сражения. За этим всем можно было наблюдать в режиме онлайн. Это все проходило внутри киберспортивной арены. Которая на момент проведения этого события была практически полностью пустой. Пришло посмотреть всего лишь пару зрителей. Но что касается онлайна. Во время проведения этой трансляции. То пиковая численность была всего лишь 300 человек. Опять-таки да. Это о чем-то договорит. А говорит это все о том, что нам нужна годная игра. В которую будет интересно играть. С удобной прокачкой. Классным эндгеймом. Чтоб комфортно в нее было играть. Как в соло, так и в пати. Я просто перевожу свой пример. На примере Diablo 3. После выхода этой игры. Давайте с поправкой еще на 2 года. После выхода дополнения. В течение нескольких лет. Мой онлайн где-то был по 10-12 часов в день. Да, это соглашусь огромная цифра. Да, у меня было и в принципе есть такая возможность. Ну столько времени проводить в игре. Как, почему, зачем. Пояснять не буду. Это лишнее. Но сам факт. Мне было интересно. До тех пор. Пока я не располосовал Diablo 3 вдоль и поперек. А в Diablo 4. Такой возможности нет. Она максимально неудобная. Максимально не реиграбельная. Да вы это в принципе все прекрасно сами знаете. Роллы по 100-500 миллионов. Куча бесполезных характеристик. Удачные удары. Не формат это все для экшен-рпг. Такое мнение. В общем ждем Близкона. Через пару дней будут еще новости по предстоящему второму сезону. Там компания Blizzard тоже обещает нас удивить. Так что надеюсь будет интересно. В любом случае о всех новостях я вам сообщу. И если подписаны информация не пройдет вас мимо. Но пока мне интересно ваше мнение. Верите ли вы в то что первое дополнение Diablo 4 преобразит игру в лучшую сторону. Готовы ли вы делать предзаказ? Да именно предзаказ. То есть покупая его вслепую не видя ничего что в нем будет. Или все плохо. Про Diablo 4 можно забыть. В общем любые ваши мнения впечатления оставляйте в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. Но играйте только в хорошие игры. Друзья. Если вам нравятся ролики на этом канале. Комментируйте. Советуйте друзьям. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.